Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня будем обсуждать, как мобильные игры решили превратиться в саранчу и напасть на ПК. Разберем, что вообще происходит, попутно посмотрим, а как вообще игровые платформы, экосистемы и площадки проникают друг в друга, кто этому сопротивляется, а кто наоборот возглавляет гонку. Ну и заодно поговорим про успехи, или даже скорее не успехи, Epic Games Store, потому что появились интересные документы, проливающие свет на финансовые показатели магазина Эпиков. Дислоцируйтесь поближе к стратегическим калорийным запасам, гидротируйте чашки, чтобы из них гидротировать уже себя, и погнали смотреть, что и как. Начнем с главного. В ближайшее время мобильные игры заполонят ПК. В прямом прям смысле этого слова. Думаю, вы все помните, что у Windows 11 в ближайшее время появится нативная поддержка Андроида. И до этого многие задавались вопросом, откуда Microsoft будет брать Андроид-приложение. Ответ был очень простой. Из амазоновского App Store. С ним у Майков заключено партнерское соглашение. Но большинство людей рассматривало его скорее как возможность запускать на Винде различные программы, а не игры. Условную возможность там взять и запустить на ПК нормальную версию Инстаграма. Или какого-нибудь другого приложения, нормальная версия которого есть только на мобилках. Про игры слишком много никто не говорил. И не потому, что в амазонском магазине их нет. Их там много. Но это все-таки костыли, не сильно отличающиеся от какого-нибудь там Блюстака и других эмуляторов Андроида. Подобные штуки давно уже есть, но обычные мобильные геймеры про них не особо знают. Да и не любят большинство людей заморачиваться с какими-то там дополнительными установками. Тем более, что кросс-прогрессии в играх между ПК и мобилками много где нет. В общем, сами понимаете, что когда нужны какие-то пляски с бубном, большая часть людей разбираться со всем этим не будет. Но теперь произойдет то, чего вполне следовало ожидать. Во время The Game Awards Google анонсировали ПК-версию Google Play Games. На это почему-то мало кто обратил внимание, наверное, потому что сказано было кратко и как бы походя. А штука-то очень важная. Google запускает на ПК свой игровой магазин. Не весь Google Play, а именно Google Play Games. Но это значит, что большинство игр, которые есть в Google Play, можно будет запускать на ПК с поддержкой кросс-прогрессии между мобилками и компьютером. Если быть более точным, синхронизация будет во всех играх, в которых работает проброс данных через API и Google Play Games. И таких игр подавляющее большинство. То есть теперь все будет работать без всяких костылей. Просто ставите Google Play Games и играйте в те же игры, что и на смартфонах и планшетах. С одной стороны, это круто и удобно. Сидишь на ПК, хочется запустить то, во что играешь на Бобайле, берешь и запускаешь. Плюс это открывает дорогу для плотного слияния мобильных и ПК-игр. В целом, никто не запрещает разработчикам делать конкретно для ПК-рни более продвинутые версии своих проектов. Как минимум в плане графики. Программный клиент будет просто определять, что вы играете именно на персоналке, и будет скачивать более красивую версию с поддержкой более высокого разрешения и все-все-все вот это. Теперь даже беспокоиться о том, что из-за этого размер игровых клиентов на мобилках вырастет не нужно. Потому что на Android теперь стандартом де-факто является не АПК-шка, как раньше, где все было зашито в один файл. Теперь основное расширение программ это A и B, а там на устройство качается только та версия, которая нужна для конкретного гаджета. И для смартфона можно качать облегченную версию, а для ПК там хоть 100 гиговую. Но есть у всей этой ситуации, разумеется, и минусы. Один из самых очевидных уже высказывают многие разработчики ПК-игр. Они сильно опасаются, что начнется невероятная конкуренция за время пользователей. Про хардкорных игроков речь, конечно, не идет, они, понятное дело, всегда будут выбирать более серьезные игры. А вот не геймеры, люди, которые играют время от времени, там, условно, в дороге на смартфоне, а дома либо на консоли, либо на ПК. Раньше на ПК они играли именно в ПК-игры. А теперь, зная, что могут поиграть в огромный ворох мобильных, и при этом на большом экране, на устройстве, которое у них все равно есть, и при этом еще и весь их прогресс сохранится, не исключено, что именно вот так они и будут делать. И уж точно многие люди предпочтут покупать игры, которые есть одновременно и на мобайле, и на ПК, именно на смартфонах. Потому что в них можно будет играть и там, и там. Это тоже удар по доходу небольших компаний. Скорее всего, конечно, не супербольшой, потому что людей, которые отдельно покупают копии одной и той же игры на смартфонах и, скажем, в Steam, не так много. Но все-таки они есть. И это еще не все. Есть еще одна малоприятная штука. В результате настолько вот плотного слияния ПК и Андроида, многие инди-разработчики могут резко начать делать акцент именно на мобильных версиях своих игр. Потому что логика очень простая. До этого они делали игру, скажем, только под ПК, а мобильный гейминг особо не рассматривали. Там и конкуренция выше, и в целом для некоторых авторов это просто такой малопонятный рынок. Но если все автоматом будет работать и там, и там, да еще и с прокидыванием прогресса, многие могут начать переходить именно на Андроид. Просто потому, что это потенциально может дать дополнительный заработок. Это автоматом может уронить качество ПК-версии этих игр. Не потому, что их нельзя сделать лучше, а просто потому, что в приоритете у разработчиков будут именно мобильные версии. Ну и, конечно, как несложно догадаться, есть еще один участник игровой гонки, который может пострадать. Это крупнейший магазин игр на ПК, Steam. Разумеется, все разом не побегут в Google Play Games. Но теперь эта альтернатива на ПК появится. И точно будут девелоперы кроссплатформенных небольших игр, которые вполне логично решат. Зачем выходить в Steam, если можно делать все через один маркет? Раз уж он везде есть, и все равно мы изначально целились именно на мобайл. И автоматом эти разработчики начнут подталкивать потихонечку свою аудиторию и устанавливать себе как раз ПК-версию магазина Google. Потому что они тоже воюют за наше с вами время. Им выгодно, чтобы играли в их игру на всех платформах, не теряя прогресса. И особенно это касается фри-то-плея игр, потому что там у разработчиков не стоит задача продать побольше копий. Их задача заставить людей установить себе побольше версий своей игры и уговорить их сидеть там максимально долго. И Google Play Games на ПК как раз эту задачу им здорово упрощает. Пока это все звучит как что-то очень далекое и эфемерное, но движуха уже заварилась. И она вполне способна изменить облик ПК-гейминга в самые ближайшие годы. Возможно, не в лучшую для хардкорных игроков сторону. С другой стороны, это еще один шаг, который приблизит нас к глобальному игровому слиянию платформ. К моменту, когда любой человек сможет играть в любую игру на любом устройстве, на каком захочет. И вот с этой позиции все как раз очень и очень здорово. Пишите в комментариях, нравится ли вам такое слияние и как относитесь к тому, что Android в мобилке массово повалит на ПК-арню. А теперь давайте прям продолжим разговор на тему глобального игрового слияния и посмотрим, а как вообще игровые платформы пересекаются друг с другом. Давайте взглянем на игровую индустрию как бы с высоты птичьего полета, чтобы понять, как разные сектора индустрии проникают друг в друга и насколько глубоко погружаются. Двигаться будем прям по эксистеме. Итак, Xbox это не инкапсулированная экосистема, потому что почти во все, что есть на консолях Microsoft, можно поиграть где-то еще. ExoMicro выходит на ПК. Эксклюзивов от сторонних разработчиков, которые выходили бы только на Xbox, можно сказать, что не существует. Хотя бы вот на ПК они обычно тоже появляются. При этом через облачный гейминг xCloud, Xbox связан с мобильными платформами в одностороннем порядке. То есть игры с Xbox можно запускать на мобайле, а мобильные игры нельзя запускать на Xbox. PlayStation. Вроде бы в головах людей это очень капсулированная платформа, но на деле старые экзы все чаще утекают на ПК. Через PlayStation Now для PC во многие игры тоже можно играть на ПК. Еще на ПК можно играть через функцию Remote Play, и через нее же можно играть в игры с PlayStation на смартфонах и планшетах. Для этого вам как бы все равно нужна сама консоль, потому что с нее, собственно, все и стримится. Но нам сейчас важен сам факт возможности, а не то, что для этого нужно. И напомню, что PlayStation Now планировали выпустить на мобильных платформах и даже на iOS. В итоге все заглохло, но теперь Sony снова взялась плотно за PS Now, так что и мобильную историю, возможно, тоже реанимируют. Nintendo. Они самые консервативные и замкнутые. Облачный гейминг предельно ограниченный, работает через компанию-партнера, и суть его сводится просто к стримингу игр на саму консоль. Ну и на мобилках Nintendo, само собой, тоже представлена, только для этого она разрабатывает отдельные игры. Sony, если что, этим же занимается, и грозится куча всего мобильного, поключиваясь своим франшизам в ближайшие годы поневыпускать. Но выпуск мобильной игры — это не связь между платформами. Это просто выпуск мобильной игры. Следующая платформа — ПК. Тут как бы все просто. Есть облака, там какой-нибудь GeForce Now есть на Android, и через него можно играть на смартфонах и планшетах в кучу больших игр. Но есть и другие аналоги, и вот эта вот связочка между ПК и смартфонами давно и неплохо налажена для тех, кто готов пользоваться облачным геймингом. А еще то же самое можно делать на Xbox через браузер. Ну и не забываем, что есть еще одна платформа, которую тоже частично можно считать игровой. Это Smart TV. Там отдельные магазины есть, и некоторые производители даже доступ к плей-маркету предоставляют. Плюс есть прямая интеграция со смартфонами через Wi-Fi Direct, когда вы просто транслируете экран вашего смарта на телевизор. И через него же, кстати, мобильные платформы можно связать с ПК-арней. На деле всяких мелких связей и интеграций между устройствами и играми можно нарыть еще множество. Но это будут уже такие, более локальные истории. Тот же кроссплей внутри отдельных игр, типа Warzone, это на деле тоже межплатформенная интеграция. И чем дальше, тем больше подобных игр будет появляться. В любом случае, уже сейчас вот где-то с костылями, а где-то почти без них, почти любая игровая платформа как-то связана с другими. И чем дальше, тем плотнее эта связь будет становиться. А сейчас длинная рекламная интеграция очень интересной инди-игры, демоверсию которой прямо сейчас можно опробовать в Steam. Это прямо вот тот случай, когда я про проект и без всякой рекламы мог бы рассказать, если бы сам на него наткнулся. Но пришли с рекламой. В общем, рассказываю. Проект называется Blind Fate Эда на Яме. Это нелинейная однопользовательская сюжетная платформа с серьезными элементами слэшера и даже немножечко файтинга. Вы играете за кибернетического самурая Яме. Место действия Япония будущего. Вокруг царит эпоха машин Эда и страной правит Сигунат, который использует вас для террора. В один прекрасный момент вы ввязываетесь в сражение, в котором вам повреждают ваши нейросистемы и вам помогает персонаж, который становится вашим наставником. А основа геймплея четкая слэшер-механика. Вы можете использовать простые удары мечом, дэш-уклонения, ставить блоки, применять дистанционные атаки пушкой, делать апперкоты. По мере прохождения будут открываться новые удары, которые можно стыковать в комбо. Во время уклонения и парирования обычных ударов вы не получаете урон, но расходуете энергию. А некоторые враги здесь, ну, прям злые. Каждый со своей системой атак, у которых есть четкие стартеры. Они позволяют за долю секунды до начала понять, какой прием враг сейчас использует. Но это только основа. В чем соль? Главный герой воспринимает мир через свою прошивку, которая повреждена. И по мере прохождения сюжета вам надо ее восстановить, попутно совершенствуя свою боевую систему. Как это работает? Когда вы смотрите на мир, вы не видите часть окружения. Просто потому, что в нейросистеме персонажа не хватает данных. И на этой особенности построена часть игровых механик. У вас есть три сенсора. Запаха, тепла и звуков. И когда вы на них переключаетесь, окружение вокруг вас меняется. Это прям визуальные эффекты. Цвет картинки становится другим. Вот если, например, не понимаете, как пройти дальше, можно поискать сенсором тепла проход, который скрыт. Или переключиться на запах и поискать аптечки. Но это самое примитивное использование сенсоров все посложнее. Некоторых врагов изначально вообще не видно. Их как раз надо обнаружить с помощью сенсора. Ну, либо вы поймете, что враг рядом, когда прям наткнетесь на него. А чтобы противник оставался видимым, нужно его постоянно атаковать. Иначе довольно быстро, но не сразу, он становится невидимым. Хотя вот момент, когда он начинает атаку, помечается маркером. Но тогда на уклонение останется уже меньше секунды. Но и это не все. Когда вы несколько раз ударяете по некоторым врагам, подсвечиваются их уязвимости. И можно с помощью сенсора нанести усиленную атаку. Еще есть добивания, но не простые, а после оглушения. Разные враги уязвимы к разным атакам. Скажем, в некоторых надо выстрелить, застанеть их, а после этого войти в фаз добивания и там нанести усиленный урон. На словах все это разом звучит довольно сложно, но вместе сливается в единую боевую систему. Это надо вот просто попробовать самому, чтобы понять, понравится или нет. Мне прям очень зашло, хотя о грехе там тоже есть. И ударов в демке маловато, и враги некоторые ведут себя пассивно. Но базис, повторюсь, очень крепкий. Игра выходит в следующем году, а сейчас в Steam вышел бесплатный пролог. Его можно пробежать, наверное, минут за 20, но первый раз с обучением уйдет, наверное, около часа. Ссылочка ждет вас в описании. Переходите по ней, чтобы рекомендатель знал, что вы от меня. Игру лично от себя прям советую. Важный момент, когда наткнетесь на противника, который прям намного сильнее всех предыдущих, не удивляйтесь. Это не дисбаланс, а финальный босс пролога. Тактика для него несложная, но подсказывать не буду, интереснее разобраться самому. И еще, играть на клавамыше можно, но намного сложнее, чем на геймпаде. Так что лучше подрубить именно геймпад. Все, конец рекламной интеграции. Получилось почти превью, но игра этого стоит. Если разработчики вот в полной версии не напортачат сюжетом, балансом противников и плавным развитием боевой системы, получится необычный и качественный слэшер платформы. Еще раз, ссылочка на демку в описании и поехали дальше. Про слияние игровых сервисов мы поговорили, а вот кто всеми силами сопротивляется и старается никого к себе не пускать, так это Apple. И недавно появилось еще одно доказательство. Всплыли очередные документы из переговоров Apple с Microsoft с очень интересными данными. С Google и Android все, как вы знаете, нормально. Там xCloud есть, хоть и запущен пока далеко не во всех странах. А вот в App Store он так и не появился. Из всплывших документов как раз стало понятно, в чем дело. Майки и Apple очень долго вели переговоры, но в итоге не сошлись на двух моментах. Один стопор был со стороны Microsoft, а другой как раз со стороны Apple. Майки хотели, чтобы платежи внутри их игр, запущенных на iOS через облако, шли на их стороне. А в конце каждого месяца компания бы выплачивала процент Apple. Apple с этим была категорически не согласна. Их можно понять, они активно защищают свой биллинг, сейчас вот отсрочили, несмотря на решение суда, право на публикацию ссылок на сторонние способы оплаты для всех разработчиков. И если бы они согласились на условия Microsoft, это был бы неприятный для них прецедент. Но в этом вопросе майки были готовы обсуждать возможные другие пти-решения. А вот Apple уже не были готовы обсуждать другой чисто технический вопрос. Они настаивали, что каждая игра из xCloud должна быть представлена в App Store в виде отдельного приложения. Причем это приложение должно было включать в себя весь функционал для облачного гейминга. Microsoft пытались объяснить им, что тогда им придется держать в магазине сотни таких приложений, постоянно их обновлять. Это будет вообще для всех неудобно. В первую очередь для геймеров, но на самом деле и для Apple, и для Microsoft, естественно, тоже. Но Apple отказались. Тогда Microsoft предложили им компромиссное решение. Для каждой игры сделать отдельное мини-приложение, но при его запуске оно запускает единое приложение Hub, играют люди уже через него. Это позволило бы избежать, ну как минимум, постоянного обновления приложений для каждой игры и не дублировать облачный код в каждой игре. Но на это Apple тоже не согласилась. При этом команда Xbox предлагала Apple кучу разных дополнительных плюшек, только чтобы они хоть как-то договорились. В частности, они были готовы добавить в геймпасс для iOS дополнительные эксклюзивные игры, чтобы iPhone и iPad выглядели максимально привлекательно для мобильных геймеров, которые хотят играть в большинство игр через облако. Но Apple и тут отказалась. В результате случилось то, что случилось. Microsoft полностью отказалась от попыток залезть в магазин Apple со своим облаком и просто сделали браузерное решение. Да, это менее удобно, но похоже, что Apple просто встали в позу и продолжают никого к себе не пускать. Основной пул судебных разбирательств между Epic Games и Apple закончен. Напомню, что единственная именно судебная победа Epic Games по сути ссылается к тому, что Apple должна теперь разрешить разработчикам оставлять в приложениях ссылки на альтернативные способы оплаты, а не только через билинг Apple. И даже по этому решению Apple выцегнили себе отсрочку. Но продолжают всплывать различные документы, которые рассматривались в рамках судебных разбирательств. И один такой документ оказался очень интересным. Касается он того, как чувствует себя Epic Games Store. А чувствует он себя ну так себе. Помните, как где-то год назад куча журналистов рассказывали, что с окупаемостью у магазина Epic все плохо, приносит очень мало денег, разработчикам удается заманивать в основном всякими вкусными предложениями, сами они туда прям не рвутся. И как бы да, это работает, вот только денег компания особо не приносит. А чаще наоборот, приносит убытки. И тогда многие задавались вопросом, а когда же EGS выйдет на нормальную окупаемость? Или может быть уже вышел, но чуть-чуть? Или сделают это там в ближайшее время? Потому что вот сколько Epic зарабатывают, тогда информация всплывала, а вот суммарных трат никаких не было. Были только суммы, которые они заплатили некоторым разработчикам. Теперь всплыли более детальные цифры. Смотрите. Во-первых, компания снизила прогноз по выручке магазина. За следующий год планировали заработать 774 миллиона долларов, а теперь целят лишь в 658 миллионов. На 23-й год были планы на миллиард, и их пересмотрели до 750 миллионов. И в 24-м году хотели насобирать миллиард 100 миллионов, теперь ожидают чуть больше 800 миллионов. Это именно выручка, а не прибыль. О прибыли компания в ближайшие годы не ожидает вообще. В документе четко сказано, что на минимальную прибыль ЕГЭ сможет выйти не раньше 25-го года. И это речь о прибыли именно в рамках одного года. А на суммарную операционную прибыль, то есть так, чтобы отбить все затраты на сервис за все время его существования, вообще непонятно, когда они выйдут. В документе фигурирует информация, что к 27-му году суммарные операционные убытки за весь период существования ЕГЭС все еще будут в районе миллиарда долларов. А еще в этом докладике фигурирует одна очень интересная штука, которая может привести к тому, что всякой халявы эпики в ближайшие годы начнут раздавать заметно меньше. Там сказано, что резко сократилось число уникальных сделок с разработчиками. Причины не называются, но подозреваю, что эпики просто решили немножечко подрезать траты на фоне падающих прогнозов. В общем, такие вот расклады. Но будем объективными, это все совершенно не значит, что ЕГЭС вдруг резко закроют. Чтобы это произошло, что-то должно случиться уже с другими направлениями компании, которые приносят ей кучу денег. А пока у них есть мощная финансовая подушка и за плечами маячат почти неиссякаемые деньги Тенцента, они будут продавливать ЕГЭС и дальше. Те же онлайн-кинотеатры часто долгие годы живут в похожих условиях и все их устраивает. Или если не знали, после выхода на биржу Amazon был убыточен почти 15 лет. Кстати, если вдруг интересно узнать, а как вообще такое становится возможным, вот как компании, которые не генерируют никакой прибыли и год за годом убыточны, умудряются оставаться на плаву и стоят при этом иногда многие миллиарды долларов, пишите в комментариях. А то иногда встречаю в комментариях подобные вопросы, но не очень понятно, действительно ли надо детально объяснять или большинству ясно, как это все работает. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсуждать ближайшее пришествие Warhammer мобилок на ПК. Пишите, считаете ли, что это изменит расклад на игровом рынке в целом и к чему вообще может привести с вашей точки зрения. Что в этом хорошего, а что плохого. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи в следующих роликах, которые уже скоро. Пока-пока. И напоминаю про бесплатную темку инди-слэшеров в Steam. Если хотите попробовать, переходите по ссылочке в описании. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...